Житие святого пророка Исаии. Память двадцать второго мая по новому стилю. Время пророческого служения святого Исаии было тяжелым временем в жизни народа еврейского. Во дни этого великого пророка царство израильское окончило свое существование, а иудейское доживало последние годы пред Вавилонским пленением. Эта печальная участь подчинения избранного народа под тяжелую руку языческих царей была ему наказанием от Господа Бога за то, что он вышел из послушания Богу, все более и более погрязая в беззаконии и идолопоклонстве. Особенно было велико отступление от завета Божия в царстве израильском, которое за это и постигло ускоренное наказание. В царстве же иудейском по временам просвечивала надежда на лучшее будущее. И если не совсем погас огонь святой ревности побоя в Иудее, и Господь еще медлил с неисправляющим его наказанием, то этим иудейское царство обязано главным образом пророческой деятельности святого Исаии. Святой пророк Исаия, происходивший из колена Вениаминова, родился около 760 года до Рождества Христова. Он был сын Амоса, о котором в книгах Священного Писания ничего не сообщается, и которого иудейское предание отождествляет с Амосом, братом царя Амосии. Местом постоянного жительства святого Исаии был Иерусалим, столица иудейского царства. На годы сознательного детства и утречества пророка падает славное правление мудрого и доброго царя Озии. Это царствование без сомнений имело благотворное, религиозное и политическое влияние на душу будущего пророка. Ничего, собственно, не известно о днях ранней юности святого Исаии, но явление ему славы Господней и избрание его Господа на великое служение дают непрерыкаемое свидетельство о благочестии пророка в это время жизни. О том же говорит и его пророческие речи, из которых видно прекрасное знание им священных книг своего народа. Очевидно, с ранних лет святой Исаия поучался в законе Божием. Как человек благочестивый, он взял и жену себе богобоязненную, от которой имел двух сыновей. А жене же известно, что она была тоже пророчицей. На пророческое служение святой Исаия был призван в год смерти царя Озии. Особым видением. Однажды он присутствовал в храме за богослужением. Перед глазами его находились двор священников и святилища. Взирая молитвенно к святилищу, святой Исаия вдруг увидел, что храм стал раздвигаться. Пред его духовными очами открывается внутренность святилища. Затем исчезает завеса, скрывавшая таинственное святое святых, где изумленному и потрясенному пророку является торжественное видение владыки неба и земли, сидящего на престоле высоком и превознесенном, стоящем как бы между небом и землею. Края царственных рысь божиих наполняли храм. Вокруг Господа стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваов! Вся земля полна славы Его!» От громогласного словословия серафимов поколебались верхи врат, и храм наполнился курениями. Святой Исаия пришел в ужас и испуганно воскликнул, «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда к смятенному пророку прилетел один из серафимов, державший в руке горящий уголь, взятый клещами из жертвенника, то есть, как объясняет святой Василий Великий, с небесного алтаря. Он коснулся уст пророка со словами, «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Тотчас же за этим пророк услышал таинственный глаз Иеговы, вопрошающий, «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» Исполненный священной уверенности, святой Исаия выступил с выражением желания принять на себя ответственную и тяжелую обязанность быть проповедником воли Божьей для жестоковыльного еврейского народа. «Вот я, пошли меня!» Сказал он. Господь не отверг предложение святого Исаии и изъявил свое согласие в таких словах. «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Исаия спросил Господа, долго ли народ будет пребывать в таком нравственном огрубении, и получил ответ от него. Страшные откровения о грядущих бедствиях и имеющих поразить Израиля. Доколе не опустеют города и останутся без жителей и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. Видение окончилось, и на святом Исаии почил Дух Божий, открывавший пред ним таинственное и отдаленное будущее, как настоящее, и укреплявший его в трудной борьбе с травственными нестроениями среди родного народа. Любящая народ, сердце пророка не знало его политического разделения, и послушные воли Божьей, он не ограничивал своего пророческого служения пределами одного царства. Впрочем, когда святой Исаия выступил с пророческой проповедью дни царства Израильского, были уже сочтены, и пророку уже ничего не оставалось, более как предсказать великое горе, уже нависшее над Самариею, столицею северного царства. Горе Самарии венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином. Вот крепкий и сильный, у Господа с силою повергает его на землю, ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян, и с увядшим цветком красивого убранства его делается то же, что бывает созревшую прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и прохватывает ее. Это печальное пророчество вскоре исполнилось. В 722 году Самария была взята саргоном, царем арсирийским, и царство израильское навсегда окончило свое существование. Так израильтяне, оставившиеся за победе Господа Бога, были отвергнуты им от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. С падением Самарии святой Исаия сосредоточил свой пророческий взор преимущественно на судьбах царства иудейского, в котором с воцарением Ахаза особенно усилилось нравственное развращение. После царей Амасии, Озии и Офама к Ахазу перешло царство иудейское, возведенное на значительную степень государственного могущества. Так что Амонитяне и многие соседние филистимские города являлись данниками иудеев. Вместе с этим в иудеи скопились значительные богатства, которые в руках нечестивого Ахаза получили применение недостойное избранного Богом народа. Израилетянин по происхождению и язычник по душе Ахаз задался целью сделать Иерусалим полным подобием столиц языческих государств Финикии и особенно Ассирии. Он ввел в Иерусалим поклонение солнцу, луне и остальным светилом небесным, причем не убоялся осквернить даже самый храм и его бы. В доме Господнем был поставлен идол Астарты, богини распутства, и здесь же при храме находились домы блудилищные, где женщины ткали одежды для Астарты. При самом входе в храм содержались белые кони, посвященные солнечному богу. В конюшни были обращены некоторые из помещений, предназначавшихся для хранения священных сосудов и для пребывания священников, отправлявших череду служения. Самый жертвенник всесожжения, поставленный Соломоном, Ахаз передвинул с его места предсветилищем к северной стороне храма и заменил новым, устроенным по сирийскому образцу. По всем углам Иерусалима были устроены жертвенники, чтобы проходящие имели возможность сожигать на них курение. При воротах Иерусалима и в других городах иудейских находились оставшиеся еще от прежнего времени высоты для совершения жертв Иерусалима. Существование их с построением храма Господня было уже незаконно. В честь финикийского божества Малоха под самыми стенами Иерусалима в долине Хинномовой было возвилнуто новое капище. Здесь стоял большой медный идол Малоха внутри его была печь, а под протянутыми руками жертвенник, на которые приносились дети. Ахас сам подал пример ревностной преданности этому бесчеловечному идолу служению. Он принес в жертву Малоху одного из своих сыновей. За это нечестье, расплевавшее царство иудейское и возбуждавшее праведный гнев Господа, иудею скоро постигло наказание, служившее предвестником более в розных прещениях Божиих в будущем. Царь израильский Факей и сирийский рецин вторглись соединенными силами в иудейское царство, грабя и опустошая все на дороге. Они дошли до самого Иерусалима, к тому же восстали и до митяне, и филистимляне, возвещая себе независимость. Так унизил Господь иудею за Ахаза, царя иудейского, потому что он развратил иудею и тяжко грешил пред Господом. Когда союзные цари Факей и Рецин стояли у ворот Иерусалима, в последнем царили ужасы смятения, как в Дубраве, колеблемой сильным ветром. Но милосердный Господь не оставил грешный народ свой. Вместе с наказанием он через пророка Исаию послал ему утешение и предостережение. Встретив по повелению Божию Ахаза на дороге к полю берельничьему у водопровода у верхнего пруда святой Исаия сказал ему «Наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое». Прицинев окей эти концы дымящихся головней умышляют против тебя зло, говоря, «Пойдем на Иудею и возмутим ее и овладеем ею». Но Господь Бог так говорит «Это не состоится и не сбудется». Ахаза «И не буду искушать Господа». Тогда пророк укорив цараза неверия указывает как на знамение, подтверждающее исполнение его слов, на грядущее чудесное рождение Мессии Христа от Девы. Предсказав скорое удаление Рицина и Факея, он вместе с тем предсказывает будущее, более ужасное нашествие аферийцев. Слушайте же дом Давида, сам Господь дает вам знамение. Все Дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Земля та, которой ты страшишься на тебя и на твои народы и на дом отца твоего дни, какие они приходили со времени от падения Ефрема от Иуды. Наведет царя Ассирийского. Но неверующий Ахаз в надежде на Бога предпочел надежду на царя Ассирийского, от которого предостерегал его пророк. Ища защиты против вступивших в Иудея царей, Ахаз заключил союз Сфе-гла-фе-ла-ссаром, вторым, царем ассирийским и при этом отдал ему все сокровища не только из своего царского дома, но и из храма. Он сам отправился в Сфе-гла-фе-ла-ссару в Дамаск на поклон и здесь получил чертеж уже помянутого ассирийского жертвенника. В награду за это подчинение царь ассирийский разоряет Сирию и часть Палестины, составляющую израильское царство. Ахаз же, ограбив храм, затворил его великие двери. Угасли светильники храма. Курение более не возносилось и святое место было оставлено в полном пренебрежении. Истинное поклонение Егоре, заменяемое все распостер ставшимся омерзительным идолопоклонством, было почти забыто. Со смертью Ахаза на престол вступил его двадцатилетний сын Изекия, бывший одним из лучших царей избранного народа. От отца Изекии досталось печальное наследие. Иудинную разорительную подать Ассирии расшатывалась к тому же подтачивающими его внутренней строй пороками. Среди высших классов населения, сосредоточивших в своих руках суд, царила неправда и насилие над бедным было обычным явлением со стороны судей сребролюбцев. Священники, учители народа страдали теми же пороками. И голос истинных пророков заглушали ложные пророки користолюбцы. Весь вообще народ погрязший в разврате и далекий от Господа сердцем в лучшем случае исполнял лишь обрядовую часть закона, не следуя предписаниям его в жизни. Поэтому Господь через пророка Исаию обращался с таким трогательным и грозным увещанием к своему народу, призывая его к исправлению. «Я, говорит Господь, воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Волк знает владетеля своего и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа Иегову, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще? Продолжающее упорство. Вся голова в язвах и все сердце исчахло от подошвы на едотемене нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные и не смягченные елеем. Слушайте слово, Господне, князья садомские, вынимай закону Бога нашего народ Хоморский, к чему мне множество жертв ваших. Я пресыщемся сожжением овнов и тукам откормленного скота и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться предлицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои, не носите больше даров щетных, курение отвратительно для меня, новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть, беззакония и празднования, новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело вести их, и когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови, сребро твое стало изгорью, вино твое испорчено водою, князья твои законопреступники, сообщники воров, все они любят подарки и гонятся за мздою, не защищают сироты и дело вдовы, не доходят до них, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову, тогда придите и рассудим. если будут грехи ваши как багряная, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, царь из из веки потомок по матери пророка Захарии был полною противоположностью своего отца, человека нечестивого и склонного ко всему ассирийскому. Языкея был предан национальным нравам и обычаям и, горя любовью к истинной вере, целью своей жизни поставил восстановление почитания Йоговы и очищение земли оскверненной язычеством. Нелегка была эта деятельность среди народа, в большинстве отличавшегося языческими наклонностями. Здесь на помощь благочестивому царю пришли уважаемые им пророки и во главе их святой Исаия. Он собрал вокруг себя множество учеников, которые, будучи просвещены своим учителем, народа. В свою очередь сами выступали просветителями народа. Так пророческая школа, созданная святым Исаием, оказывала могучую поддержку царю из Икии в религиозно-нравственном возрождении народа. Первым делом Исаием было очищение храма от языческих мерзостей и восстановление в нем богослужения. Вместе с тем уничтожением высот Исаием из Икия положил конец совершению частных богослужений. Стремясь к искоренению идолопоклонства, он не пощадил даже национального священного сокровища. По его приказанию был истреблен облаготворяемый многими иудеями ни одной змеи, сделанной почти восемьсот лет назад Моисеем и стоявшей среди Иерусалима. Затем уже после падения Израильского царства, которому Изякия, опасаясь за свое собственное, не мог оказать помощи, была в Иерусалиме в присутствии множества иудеев торжественно отпразднована Пасха, ранее, вероятно, совершавшаяся частно по семействам. Между тем умер завоеватель Самарий Саргон и на престол вступил младший сын его Сенна Хирим. Смерть Саргона положила начало восстанию широкой волной разлившемуся среди томившихся под тяжелым илом ассириан, народностей, населявших громадное пространство, хватившее всю Западную Азию и и отсюда идущие далее до берегов Нила. Во главе восставших находились египетский фараон Сетти и Таргак царь Ефиопский. К возмутившимся народностям примкнул и царь Езекия. С громадными полчищами Синахирим двинулся на усмирение восставших. Поставя конечную целью своего похода Египет, он сначала с севера вступил в Палестину, снова подчинив здесь власти ассириан, некоторые возмутившиеся народности, Синахирим двинул часть своих войск к Иерусалиму. После взятия приступом и ограбления сорока шести укрепленных городов Иудеи отряд Синахирима скоро осадил и столицу ее Иерусалим. Сам же Синахирим окружил Лахис, тоже город Иудейского царства на границе с Египтом. Ужас охватил жителей осажденного Иерусалима, которым святой Исаия не применул обратиться со словом ободрения, предсказывая, что ассириан ждет наказание Божие и именно в земли избранного народа. Но слово пророка не вливало мужества в сметенные страхом души. Осада города затягивалась, так как Иезекия не желал сдавать Иерусалима и усиленно укреплял его. К довершению бедствия появился голод и некоторые в отчаянии стали предаваться распутству, что вызвало со стороны святого Исаия и грозное обличение. Наконец, видя бесполезность сопротивления ассириан, Иезекия решил сдаться. Он отправил в Лохис к Синахериму послов с изявлением покорности. Синахерим снял осаду с Иерусалима, наложив на иудейское царство дань. В большем против прежнего размере, так что для уплаты ее пришлось снять золото, еще остававшееся от прежних разграблений храма в воротах и косяках дверей, ведущих во святилище. Ну вот, Синахерим услышал, что против него выступил было пораженный им египетский фараон тети стиргаком, царем эфиопским, двинувшим свои воска с берегов Верхнего Нила. При таких обстоятельствах Синахериму подчинение языке показалось не более как вероломным желанием выгадать время, пока придут на помощь союзные цари. Поэтому Синахерим не обращая внимания на только что заключенный с языкией договор вновь отправил к Иерусалиму отряд с тремя воин-начальниками, среди коих находился и Рапсак начальник штаба. Отряд нашел ворота Иерусалима запертыми и стены его готовыми к обороне. Начальники Ассирийского войска вступили в переговоры с представителями царя из Икии, убеждая Иерусалим в добровольной сдаче в силу необходимости переговоры велись через стены города в присутствии множества народа. Они окончились следующей богохульной речью Рапсака, обращенной ко всем осажденным. Слушайте слова великого царя Ассирийского, так говорит царь, пусть не обощает нас языкия и не однадеживает вас, господом говоря, спасет нас Господь и не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского. Примиритесь со мною и выйдите ко мне и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смаковницы своей и пусть каждый пьет воду из своего колодезя пока я не приду и не возьму вас в землю такую же как и ваша земля хлеба и вина землю плодов и виноградников землю масличных дерев и меда и будете жить и не умрете не слушайте же языки который обощает вас говоря Господь спасет вас спасли ли боги народов каждой свою землю от руки царя ассирийского где боги ямафа и арпада где боги сепар баима ены и ивы спасли ли они самарию от руки моей кто из всех богов земель всех спас землю свою от руки моей так неужели господь спасет иерусалим от руки моей когда эту речь передали языки то он в знак великой скорби разодрал одежды свои и облегшись во вретище отправился в храм пророк пророк уже исаи он послал или акима из севну придворных чинов вместе со старейшинами священниками одетые по примеру царя во вретище посланцы языки сказали святому исаи день скорби и наказания и посрамления день сей может быть услышит господь бог твой все слова рабсака которого послал царь ассирийский хулить бога живого и поносить словами какие слышал господь бог твой принеси же молитву об оставшихся которые находятся еще живых на эти слова дышавшие мелодию и неуверенностью пророк божий дал ответ полный твердой веры в помощь господа так скажите господину вашему так говорит господь не бойся слов которые ты слышал которыми поносили меня слуги царя ассирийского вот я пошлю в него дух и он услышит весть и возвратится в землю свою и я поражу его мечом в земле его обнадеженный пророком языкия ответил послам ассирийского царя отказом сдать город хотя вслед за этим отправил синахириму посольство со своей стороны желая спасти свою страну от нашествия сирийцев уверением в отсутствии изменнических замысла посланцы из икеи застали синахирима уже в самом лахисе и не имели успеха синахирим их даже не выслушал чтобы обезопасить своим войскам тыл он решил взять Иерусалим не желая тратить времени на осаду города он попытался сначала склонить из икеи к сдаче города без боя поэтому синахирим отправил к из икеи вторичное посольство с письмом в котором уповая на свое могущество убеждал его оставить надежду на спасение города иеговую получив свиток из икея отправился в храм божий развернул его перед лицом господа и обратился к нему с такую проникновенную молитвою господи божий израиль сидящий на херувимах ты один бог всех царств земли ты сотворил небо и землю преклони господи ухо твое и услышь и меня открой господи очи твои и возри и услышь слова синахирима который послал поносить тебя бога живого правда о господи цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь но это не боги а изделия рук человеческих дерево и камень потому и и и ныне господи боже спаси нас от руки его и узнают все царства земли что ты господи бог один к молитве языки присоединил свою молитву и святой пророк Исаия и молитва их была услышана господь через пророка Исаию обратился к языки с таким укрепляющим душу словом так говорит господь бог израилев то о чем ты молился мне против синахерима царя ассирийского я услышал вот слово которое господь изрек о нем презрит тебя посмеется над тобою девствующая дочь Сиона вслед тебе покачает головою дочь Иерусалима кого ты порыцал и поносил и на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза твои на святого Израилева за твою дерзость против меня и за то что надмение твое дошло до ушей моих я вложу кольцо в ноздри твои и возвращу тебя назад тою же дорогою которую ты пришел и вот тебе из икия знамение ешьте в этот год выросшие от упавшего зерна самородные а на третий год сейте и жните и садите виноградные сады и ешьте плоды их и уцелевшие в доме иудином оставшиеся пустят опять корень внизу и принесет плод вверху ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасенная от в горе сиона посему так говорит Господь о царе ассирисском не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы и не приступит к нему со щитом и не насыплет против него вала и я буду охранять город сей чтобы спасти его ради себя и ради Давида раба моего и Господь не замедлил чудесным образом явить свое могущество над ассирийским царем и свое благоволение иудеи солнечным рассветом рассеявшим ночную мглу рассеялись страх и тревога нависшие над Иерусалимом в ту же самую ночь пошел ангел господин и поразил в стане осирийском сто восемьдесят пять тысяч и встали поутру и вот все тела мертвые и царь осирийский возвратился со стыдом в землю свою жителям же Иерусалима досталась громадная добыча наполнявшая лишившийся защитников ассирийский стан наслаждаясь покоем языкия занялся мирным благоустройством своего государства которое постепенно приобрело уважение окружающих народов но эти мирные счастливые дни сменили новая тревога царь языкия заболел смертельно к его одру явился пророк Исаий и передал печальное слово Господне чтобы языкия сделал завещание смерти живший во времена ветхозаветные когда во мраке загробном едва брежился отблеск предыдущего искупителя победителя ада и смерти лишенный к тому же наследника которому бы мог передать царство и не насыщенный еще жизнью языкия в отчаянии повернулся к стене от солнечного света и горько заплакал о господи воскликнул он вспомни что я ходил перед лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем и делал угодные в очах в очах твоих пророк Исаия оставивший больного царя еще не вышел из города как было к нему слово господа услышавшего молитву верного раба своего возвратись и скажи языки владыки народа моего так говорит господь бог давида отца твоего я услышала молитву твою увидел слезы твои вот я исцелю тебя в третий день пойдешь в дом господень и прибавлю ко дням твоим пятнадцать лет и от руки царя сирийского спасу тебя и город сей и защищу город сей ради себя и ради Давида раба моего для исцеления болезни языки и пророк Исаия велел употребить и доселе самое обычное на востоке лекарство именно пласт смокв его по приказанию пророка приложили к нарыву появившимся на теле царя для ободрения царя и по его просьбе господь дал ему чудесное знамение уничтожающее всякое сомнение в том что выздоровевший из Икея будет ходить в доме господнем пророк Исаия сказал царю вот вот тебе знамение от господа что исполнит господь слово которое он изрек вперед ли пройти тени на десять ступеней или воротиться на десять ступеней нет пусть воротиться тень назад на десять ступеней и возвал Исаия пророка господу и возвратим тень назад на ступенях где она спускалась по ступеням ахазовым на десять ступеней в книге пророка Исаии записана молитва какую произнес языкия получив радостную весть о своем выздоровлении это в таких трогательных словах изображает молитва настроение души царя предверие смерти и по избавлению от нее я сказал в себе при половине дней моих должен я идти во врата преисподней я лишен остатка лет моих я говорил не увижу я господа на земле живых не увижу больше жилища мое снимается с места и уносится от меня как шалаш пастушеский я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою он то есть бог отрежет меня от основы день и ночь я ждал что ты пошлешь мне кончину я ждал до утра подобно льву он сокрушал все кости мои и день и ночь я ждал что ты пошлешь мне кончину как журавль как ласточка издавал я звуки тосковал как голубь уныло смотрели глаза мои к небу господи десно мне спаси меня что скажу я он сказал мне он и сделал тихо буду проводить все годы жизни моей помня горесть души моей вот по благо мне была сильная горесть и ты избавил душу мою от рва погибели то есть могилы бросил все грехи мои за хребет свой слух о чудесном выздоровлении царя языки быстро распространяясь до сих даже такой отдаленной страны как вавилония царь ее миродах баладан еще сохранивший независимость государства под могучим напором асириан пользуясь случаем отправил кизяки посольство под видом того чтобы поздравить его с выздоровлением и подробнее разузнать о сопровождавшем его чудесном знамении действительно же целью посольства было заключение с языки ее наступательного и оборонительного союза посольство везло к языке письмо и подарки от бавилонского царя языки обрадовался посольству идущему от царя обширного государства и показал ему все свои сокровища посольство это было испытанием языки от бога дабы открыть все что у него на сердце и благочестивый царь не выдержал испытание еще так недавно видевши на собою проявление милосердия божия соединенного с чудесным знамением языки увлекшись тщеславием при котором не было места мысли о славе господа переносит свое упование с бога на людей и на себя самого его самое открытие языки ее послан вавилонского государя всех тайн своего государства было обнаружением слабости человеческого разума в познании неисповедимых судеб божьих по которым иудея и должна была пасть именно от нашествия вавилонского повелителя с таким печальным откровением бывшим наказанием языки за самонадеянность и явился пророк Исаия к царю иудейскому по удалению послов иудея 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 в дворце царя вавилонского благослово господне которое ты изрек со смирением отвечал раскаившийся языкия молясь в то же время чтобы мир и благосостояние сопровождали хотя бы только дни его господь не отринул молитвы погрешившего царя в мире почил языкия с отцами своими и был похоронен со всевозможными почестями при стечении множества иудеев над гробницами сынов Давидовых в Иерусалиме вскоре окончил дни свои великий пророк по преданию идейскому принимаемую тертулианом лактанцием и блаженными иронимом святой Исаи скончался мученический перепиленный пилою при преемнике языки моносии если как говорит святой Кирилл Иерусалим ни ни одному из пророков не был христос невидим то о пророке Исаии это должно сказать в особенности книга книга его содержит предсказания о Христе спасителе столь полные и ясные что по справедливости устами отцов церкви святому Исаии усвоено наименование ветхозаветного евангелиста у этого великого ветхозаветного пророка находим подробно начертанный образ грядущего мессии предваренный пришествием притечи мессия происходя по человечеству от рода Иесеева родится от безмужней девы и будет преисполнен даров святого духа и носить имена с несомненностью указующие на его божеское достоинство смиренный и кроткий раб божий возлюбленный господом и призванный им для возвещения народом истины мессия трости надлобленные не переломит и льна курящегося не угасит проявляя в то же время великую силу во дворении на земле своего царства которое явится царством правды и мира и боговедения тогда волк будет жить вместе с ягненком и барс будет лежать вместе с козленком и теленок и молодой лев волк будут жить вместе и малое дитя будет водить их и лев как волк будет играть над норою аспида и дитя протянет руку свою гнездо змеи не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей ибо земля будет исполнена ведением господа как воды наполняет море но наступлению этого царства должны предшествовать уничижения страдания и наконец смерть мессии за грехи людей господи восклицает пророк точно стоя у креста распятого спасителя кто поверил слышанному от нас то есть проповеди о воплотившемся сыне божием и кому открылась мышца господня ибо он взошел пред ним как отпрыск и как росток из сухой земли нет в нем ни вида ни величия и мы видели его и не было в нем вида который привлекал бы нас к нему он был презрен и умолен пред людьми муж скорбей и изведавший болезни и мы отвращали от него лицо свое он был презираем и мы ни во что ставили его тогда как он взял на себя наши немощи и понес наши болезни а мы думали что он был поражаем наказуем и уничижен богом но он был изязвлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились все мы блуждали как овцы собратились каждый на свою дорогу и господь возложил на него грехи всех нас он иссязуем был но страдал добровольно и не открывал уст своих как овца веден он был на заклане и как агнец предстригущим его безгласен так он не отверзал уст своих от ус и суда он был взят но род его кто изъяснит ибо он отторгнут от земли живых за преступления народа своего претерпел казнь ему назначили гроб со злодеями но он погребен у богатого потому что не сделал греха и не было лжи на устах его рядом с этим величественным своем неизмеримом смирении образом страждущего мессии пророк изображает прославленного за его страдания мессию основателя церкви господу угодно было поразить его и он предал его мучению когда же душа его принесет жертву умилостивления он узрит потомство долговечное и воля господня благоуспешно будет исполняться рукою его на подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его он праведник раб мой оправдает многих и грехи их на себе не понесет посему я дам ему часть между великими и сильными будет иметь добычу за то что предал душу свою на смерть и злодеем пристен был так как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем святой пророк Исаия моли Бога о нас